МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Денис Публики в студии Чингис Тихонов. В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного голосования по отбору кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы. По итогам предварительного голосования по списку места наибольшее число голосов у Михаила Богатого. А по калмыцкому одномандатному избирательному округу больше всего голосов получил Бадмаба Шанкаев. Напомню, голосование в Калмыкии проходило на 50 избирательных участках. В рамках заседания Оргкомитета по предварительному голосованию секретарь партии Анатолий Казачко отметил, что процедура проходила в штатном режиме, без сбоев и нарушений. Была соблюдена прозрачность и легитимность процесса, а также все санитарно-эпидемиологические требования. Списки кандидатов, которые представят партию в Госдуме, утвердят на региональных партийных конференциях и съезде партии 19 июня. Партия сейчас анализирует буквально каждого из кандидатов, предлагает возможности их реального использования, я думаю, предложит, потому что мы, когда оформим протокол, отправим, ЦИК партии отберет тех кандидатов, которые пойдут от съезда партии кандидатами в Государственную Думу, дальше этап регистрации и последующие. Но это уже в соответствии с законом о выборах в Государственную Думу. Глава Калмыкии Батухасиков провел совещание по организации борьбы с оранчевыми вредителями. На совещание уделили внимание взаимодействию между федеральными организациями, региональными властями и сельхозтоваропроизводителями. Участники детально разобрали текущую ситуацию в каждом районе республики. Батухасиков также посоверил Росельхозцентру Калмыкии активнее работать с фермерами и районами. Он также добавил, что региональные власти ведут централизованную работу, проводятся мониторинги, фермеров поддерживают субсидиями и помогают с экспертизой. Министр сельского хозяйства республики Максим Минкнасунов в свою очередь проинформировал, что на сегодняшний день обследована малая часть территории республики – 320 тысяч гектаров. Профильный министр сообщил, что планируется провести истребительные мероприятия на площади примерно 80 тысяч гектаров. И сделать это предстоит в сжатые сроки. Батухасиков также отметил, что ситуация с саранчевыми вредителями – общая проблема. Он подчеркнул, здесь необходима вовлеченность, ответственность и дисциплина фермеров, среди которых мы выявляем случай бездействия в общей борьбе с саранчей. Речь идет о том, что они даже не сообщают о наличии вредителей на их участке. Объясняет это тем, что невыгодно морочиться и надеяться на то, что она улетит к соседу, когда встанет на крыло. Но ведь прибыль с эксплуатации земли получают. Глава республики направил теплые слова поздравлений с Международным днем защиты детей. Вот что говорится в тексте поздравления. В республике много молодых талантов, которые добиваются больших успехов в учебе, творчестве, спорте. Ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей и олимпиад. Мы стремимся дать детям все возможности для реализации их талантов и способностей. Как отметил президент России Владимир Путин, сбережение народа – высший национальный приоритет. «Наше уверенное будущее зависит от приумножения населения Калмыкии и создания благоприятных условий для наших детей. Мы применяем дополнительные возможности для поддержки семей в рамках национальных проектов. Для этого ведем большую работу на благо детей, строим современные детские сады, школы и спортивные площадки. Открываем новые направления для их развития, в том числе IT-технологии. Стараемся поддержать участие наших юных дарований в различных конкурсах, в том числе и в Большой перемене». Батухасиков также выразил отдельную благодарность всем, кто посвятил себя работе и заботе о детях и пожелал каждому ребенку здоровья и благополучия. В Калмыкии стартовал региональный этап конкурса президентских грантов среди некоммерческих организаций. В конференц-зале правительства состоялся семинар под председательством заместителя председателя правительства Ирины Шварцман с участием кураторов проекта и представителей некоммерческих организаций республики. Ежегодное мероприятие в этот раз впервые пройдет в электронном формате. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие и неправительственные организации, представив свои проекты социальной направленности. Это охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, социальное обслуживание, сохранение исторической памяти, развитие институтов гражданского общества, охрана окружающей среды и другие. Как отметила в своем выступлении Ирина Шварцман, в этом году региональный этап ориентирован на поддержку небольших молодых организаций, в то время как уже опытный НКО имеет все шансы получить субсидии фонда президентских грантов на федеральном уровне. Сегодня у нас большой день. Бату Сергеевич еще в 2019 году поручил нам уделить особое внимание некоммерческим организациям, которые занимаются развитием гражданского общества по территории Республики Канлокия. Мы правительством провели огромную работу. Мы создали рабочую группу, которая состоит из всех социальных министров Республики Канлокия. Мы создали ресурсный центр поддержки некоммерческим организациям. Мы сделали так, чтобы конкурс, который сегодня стартует, был максимально прозрачным, открытым и понятным каждому человеку, который находится на территории Республики. Я хочу отдельно обратиться к недостаточно опытным организациям, которые раньше не участвовали на федеральном уровне. Именно для вас, вам адресован наш конкурс. Потому что наша задача объяснить, научить, рекомендовать, методически поддержать маленькие проекты, чтобы у маленьких организаций, которых не хватает опыта, чтобы они попробовали у нас на региональном уровне, выиграли 200, 300, может быть и 100 тысяч рублей, прошли отчимотность, правильно заполнили заявку и поняли, что они могут участвовать на федеральном уровне. Напомню, что решением Координационного комитета Фонда президентских грантов Калмыкия вошла в число регионов победителей конкурсного отбора и получит субсидии в размере 10 миллионов рублей. Столько же на реализацию соцпроектов победителей будет выделено из республиканской казны. Прием заявок продлится до 30 июня. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Министерства спорта и молодежной политики Калмыкии, а также по телефону, который вы видите на своих экранах. Житель Красноярского края обвиняется в краже имущества у жительницы Приютнинского района. Установлено, что обвиняемый представился сотрудником банка и сообщил женщине о якобы мошеннических действиях по банковской карте. В ходе разговора потерпевшая передала злоумышленнику коды своей карты. В результате с ее счета было похищено более 46 тысяч рублей. Он представился сотрудником одного из крупных банков и сообщил о факте мошеннических действий по банковской карте женщине по уголовному делу. В ходе разговора потерпевшая сообщила подсудимому индивидуальные коды своей банковской карты, откуда последний в тот же день совершил хищение денежных средств на сумму более 46 тысяч рублей. И путем транзакции на другую банковскую карту обналичил затем и воспользовался этими денежными средствами по своему усмотрению. С учетом позиции государственного обвинителя, Приютнинским районным судом назначено мошеннику наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Переходим к информации регионального Минздрава. 13 новых случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано за последние сутки. В тяжелом состоянии 6 пациентов, из них четверо на ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровели 13 жителей республики, 163 на лечение в инфекционных больницах. Режим домашней изоляции соблюдают 386 человек. И в продолжение темы. В прямом эфире в социальной сети руководитель регионального Роспотребнадзора Джангар Санжиев рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 за последние два месяца. Одна из причин постепенного роста – переезды студентов и жителей Калмыкии, работающих в больших городах. Фактор массовой вакцинации, по мнению Санжиева, сыграет значительную роль в снижении заболеваемости среди населения Калмыкии. Ученые подсчитали, что вакцинация уменьшает шанс заболеть коронавирусной инфекцией в 300 раз. Это связано с локализацией, размножением вируса короны верхних дыхательных путей. И именно вот этот ранний иммунный ответ у вакцинированных способствует тому, что вирус не размножается в таких количествах, как у невакцинированного человека. По сообщению министра здравоохранения Калмыкии Юрия Кикенова, на сегодняшний день привито 30% населения региона. В основном это жители старше 60 лет. Среди других субъектов России Калмыкия находится на четвертом месте по показателю привитых граждан, находящихся в зоне риска. Также профильный министр призвал жителей республики не игнорировать масочный режим и вакцинацию. Мы готовы, мы готовимся и будем продолжать готовиться к любому развитию сюжета. Но тем не менее, уважаемые земляки, дальше это сценарий пишите вы. Как это пойдет? Уже даже не мы. Поэтому всех призываю привиться. И я привит, мои близкие привиты. И поверьте мне, через месяцев 6-8 после прививки я и мои близкие сделают повторные прививки. Потому что я в этом убежденный, я убедил их в том, что без этого нормальной жизни просто не может быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова